Медальон 2-го пехотного полка Маджурска. Они носили его не на шее. Они носили его на рябке. 15 картин из нового цикла работ известного самарского художника Александра Баканова можно увидеть на выставке, посвященной 170-летию Самарской губернии. Центральное место экспозиции занимает большой самарский натюрморт. На нем изображены вещи начала 20 века. Остальные картины посвящены экспедиции Ильи Репина в Ширяево. Участие в проекте для художника оказалось непростым, ведь его работы соседствуют с фотографиями Самары. Совмещение, казалось бы, для художника в первую очередь рискованное, поскольку фотография содержит в себе документальный материал и будут сравнивать, и будут, так сказать, возникать вопросы. Но я спокойно выдержал это совмещение, всяких, так сказать, потерь для художества, для своего авторского имиджа. Фотографии на выставке их 33 штуки предоставил Сергей Рудняев. Каждая из них по-своему цена. Некоторые остались в единственном экземпляре. Например, это. Выезд из Самарского депо первого трамвая на электротяге. Всего же в коллекции Сергея Рудняева почти тысяча старинных фотографий. Вот из этого альбома я выбрал наилучшие снимки, которые не часто встречаются, не избитые. Они оцифрованы, превращены в большие фотографии и одеты в багет под стекло, чтобы получился постер. Фотограф и художник между собой договорились, что на выставке будут только оригинальные виды Самары. Здесь нет городских достопримечательностей, известных по всему миру. А потому уникальные ракурсы увидят не только гости города, но и сами самарцы. Это очень здорово, что они увидят наш город, увидят виды Самары, которые сейчас, конечно, только на фотографии. Вообще этот проект, он очень патриотичен. И он очень наш, самарский, губернский. И это бесконечно радостно, что он сегодня здесь открыт. Выставка работает в нескольких залах Самарского областного художественного музея. Планировалось, что она продлится до середины января. Но потом решили сделать ее без ограничения времени, ориентируясь на ее популярность среди самарцев и гостей города. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов, События.